вот так кажется надо было здравствуйте ну вот у нас сегодня я даже не знаю мы когда-то когда договорились еще одна лекция будет лекция а последняя лекция она же она же шоу да там уже будет не до того но вы все равно приходите у нас значит тогда сегодня я попытаюсь сделать завершающий разговор про питоны и у нас останется ровно одна тема для обсуждения чем-нибудь такое выберем не традиционная или наоборот традиционная вот значит жалко на самом деле что мы начали поздно то есть бы мы чуть пораньше запустили спецкурс мы конечно посмотрели еще на кое-какие системы дистрибуции вот а тратить на это будущее семестр я не хочу кстати у меня появилась идея по поводу того как на самом деле надо было организовать этот цикл спецкурсов но это называется старыми на лестнице и так наша сегодняшняя тема это собственно попытка разобрать то что у нас творится с питоном с точки зрения с точки зрения насколько это удовлетворяет потребностям дистрибутива ну вернее не так решает задачу дистрибуции какие именно задачи дистрибуции это решает дистрибуции да я выдумал свой собственный термин будем его придерживаться напоминаю что у нас есть стихийно сложившиеся может быть их можно приопределить со временем но пока что такие список из пяти основных задач которые решают дистрибуция из них первые две такая нижняя часть это разработка традиционно они находятся сверху эта разработка а я тут магический квадрат нарисовал у себя в этом самом давайте я вам тоже покажу это конечно плохо читается но зато стильно выглядит разработка согласование доставка deployment сопровождение вот магический квадрат в таком виде он конечно не вызывает желание вычитать вот но мы помним что это означает значит да он не квадрат но если эти минусы вот сюда вот при 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 собачи это будет квадрат но не магический ну да да квадрат это замысляю эллипс это прямоугольник вписаны квадраты это круг вписаны в прямоугольник 3 нет вписаны в квадрат 3 на 4 я вспомнил значит он вот когда я готовился к лекции я обнаружил когда я готовился к лекции я обнаружил существование одной общественной организации которая называется пыпа то есть поэт поэтому пэкэджинг ауссорити эта организация так на минуточку раз в несколько моложе чем сам питон она создана в 2011 году ничего удивительного что я про ее существование в общем не подозревал вот суслика видишь а у есть эта организация тоже есть потому что на самом деле сейчас как я прочел в сопроводительных текстах на сайте в этой самой пыпы сейчас всеми вопросами упаковки сторонних по отношению к питону пакетов не занимается коры коры девелопмент комьюнити питоновская а занимается это самое пыпа что в общем большое счастье что дает нам надежду на то что питон в ближайшем будущем ну как условно ближайшем станет полновесным дистрибутивом отдельным от всего остального ну как бы достаточно хорошо себя обслуживающим именно в плане дистрибуции пока что это не совсем так мы сейчас это увидеть вот значит мы уже в прошлый раз говорили о том что с тех пор когда грида его придумал и туда значит некоторое количество некоторое количество сочувствующих влилась в сообщество сообщество питон очень выросла и в какой-то момент стало совершенно очевидно что какие-то какие-то вещи какие-то модули надо распространять вместе с самим самой исполняющей системой питона в первую очередь это модри внутри питоновский системные всякие удобные для работы с самим питоном типа там типа introspection ну вот этого всего во вторую очередь это всевозможные часто 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 употребимая часто употребимая обвязка вроде математики массивов там в каких-то простецких веб-сервисов вот то есть фактически то что называется python distribution тут опять возникает слово distribution мы сегодня будем разговаривать на тему является ли питон вот этот базовый который инсталлятор дистрибутивом вообще да или это такой distribution смысле скачал и установил да вот скорее все старее 2 конечно чем первый вот так короче говоря базовый питон и вот это вот все множество то сообщество которое крутится вокруг построения пакета для питона они в общем все больше и больше смотрят разные стороны не том смысле что они там друг с другом имеют конфликт интересов а в том смысле что фронты работы у них абсолютно раз так вот со временем становилось понятно что разделение это должно произойти вот о том что это из разделение произошло можно догадаться просто посмотрев список базовых пакетов которые базовых модулей которые поставляются вместе с питом на примерно на треть они такие как я сказал то есть то без чего вообще нельзя обойтись либо то что может понадобиться на скорую руку здесь и сейчас типа и веб-сервер или еще нибудь такого парсера каких-то файлов вот примерно на треть они специфичны для операционных систем нет меньше эта часть не очень большая это такие модули которые должны быть с питоном чтобы он нормально работал на каких-нибудь операционных системах но не нормально удобно чтобы можно много чего было делать вот и еще примерно там четверть ну вот все-таки этих было больше этих все-таки меньше еще примерно четверть всяких legacy модуль совершенно запредельных типа работы со звуковыми файлами в риф формате вот этого вот вот такого вот бесконечно необходимого всем инструментария которые остались там просто потому что виды решил что поскольку разработка этого уже не идет то проще оставить как было и пользователи не парить чем пытаться что-то отковыривать куда-то перемещать да этот риф парсер поди отковыря его нибудь никто и сопровождать не будет вообще то есть фактически разработка модулей внутри питона либо заморожена на уровне легос либо обслуживает сам питон и только его либо встречают очень жесткую критику со стороны грида который говорит я буду изначально против но вы попробуйте докажите что это улучшение добавление еще одного модуля список стандартных модуль действительно по так полезно для кора девелл таким образом если мы имеем дело с понятием действительно значит это все я говорил уже я закончу эту мысль сама разработка базового питона идет по очень жесткой дисциплине жесткая дисциплина дисциплина я не говорил при этом что это жесткая дисциплина как бы сказать ну драконовская да просто все разработчики они хорошо понимают что работают в команде вот где-то у меня тут было причем это относится не только к связям между компонентами питона но также к стилю разработки к предложениям по изменению того что творится внутри питона то есть это фактически действительно работа одной слаженной команды работы людей которые друг с другом постоянно постоянно взаимодействуют и как бы выпадение информационного пространства автоматически означает выпадение из общего общего фронта работы и как бы вот выпадение из этого дистрибьюшен то есть в этом базовый питон сильно отличается от того что мы привыкли видеть с линук системами когда у нас есть обстрим который которому вообще наш линукс до лампочки потом есть майн тейнер сопровождающий пакета который собирается из этого обстрима которому в общем тоже непонятно что а потом еще есть создатели дистрибутива которые должны надеяться на искренность этого монтейнера а также на значит производительность майн стрима да и тем не менее что-то тем не менее работает да вот эти задачи в случае базового питона не решаются совсем они не нужны вот значит на самом деле то что модули питона оформляются в виде модулей вообще говоря никак влияет на тот факт что весь питон весь базовый питон распространяется тушкой то есть мы в мы у нас в альте в сообществе один в общем такой очень талантливый разработчик на грани гениальности фамилию помню андрей рву вот он же край потратил довольно много усилий на то чтобы базовый дистрибутив питона распилить на части выпилить оттуда ну скажем скажем тк интер да вот модуль который хочет графический интерфейс чтобы питон можно было поставить без него вот но это было не так сложно короче говоря распилить на маленькие кусочки и сделать из одной вот этой тушки который распространяется коры 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 патен сделать несколько пакетов под подальф линукс да в общем он потратил на это усилие потому что базовые разработчики они считают что распространение конечно же должно быть единым целом до 1 как я написал тут единая дистрибуция единая дистрибуция вот что опять таки сильно противоречит нашей концепции построение дистрибутива который должен быть компонентным вот потому что иначе мы просто не сможем решить задачу больших чисел задачу больших чисел они тоже не решают да даже наоборот они стараются до нее не дыхать вот релиз менеджмент опять же общий единый релиз менеджмент то есть объявляется допустим выпуск следующего питона и все разработчики потихонечку начинают заниматься там под фиксом под подтягиванием подтягиванием питона по подтягиваем исходного кода значит какими-то вещами связанными с документированием того что за программирование еще чего-то покрытием тестов и так далее вот но это как раз дисциплина достаточно общее при разработке дистрибутив происходит примерно то же самое но я это написал просто потому что опять таки мы здесь видим такое единение и тех кто пишет исходный код и тех кто готовит вот этот корр дистрибьюшн то есть здесь нет ситуации которые мы имеем дело с свободной дистрибутивной когда у нас мы должны подгадывать как я как сопровождающий пакет должен подгадывать когда там об стрима произойдет релиз есть у него вообще есть очень многие хакеры делают такие без релиз каждый мой патч улучшает мою программу вот мне все становится все меньше банков из-за каждого моего патча ну вот как то так вот ну и соответственно объявлять какой-то очень серьезный релиз менеджмент по выпуску так называемой платформы вот как делается у нас сообществе ну даже у нас компании в базальте когда изменения просто не принимаются в хранилище вот вот это все сделается немножко по-другому когда у тебя одна команда которая работает над одним проектом да над общим кодом грубо говоря вот значит да это у нас была нижняя часть да значит разработка согласования очень легко решать задачи разработки согласования когда у вас команда 1 и как бы точка приложения усилия 1 на самом деле конечно там свои есть проблемы ну мы это увидим или не увидим не знаю просто много всего надо рассказать за одну лекцию значит что касается верхней части до доставка дипломен сопровождение никакой проблемы доставки на самом деле нету для дистрибу для дистрибьюшн с которой делать с тушкой скачал запустил вот в случае если это в случае если инсталлятор то скачал запустил а в случае если это исходные коды которые должны попасть в дистрибутив в нашем понимании да то в этот момент начинается нижняя часть разработка и согласования уже задача общий дистрибутивный и ребята из питона просто за это про это забивают им не нужно знать как бороться с проблемами составительных дистрибутив вот то есть если эти составители нас дистрибутива предэту скажет ну что ж ты тут глупость такую написал вот тебя патчик поправь пожалуйста больно не будет обещаю да то конечно же они этот патчик примут более того не знаю не помню о чем сейчас там грида работает на каком на каком дистрибутиве честно не помню но не исключена какая-то какая-то активность со стороны самих разработчиков питона по преданию их детищу приемлемой приемлемой архитектуры для того дистрибутивных для той версии операционной системы с которой они работают вот не более того то есть значит проблемы доставки не решается вообще потому что ну вернее не так проблем доставки решается таким образом что либо ты забираешь исходные коды либо у тебя есть инсталент инсталлятор который построен по принципам тех операционных систем в которых ты инсталлируешь да там винде по одному в маке по другому даже под линук есть какую-то инсталлятор кажется боюсь соврать а может и нету может подниматься и только пакет значит проблема доставки она так скажем не возникает особо хотя хотя это я так сказал сгорячая вспомнил сразу историю дело в том что если мы если у нас у самого сообщества нет задачи решать проблем доставки то как правило решение этой проблемы выглядят немножко ну недоделанными вот слава богу там с тем же виндузовым инсталлятором особо много вознит и нету да сформировал архив запаковал чем они сейчас там запаковывают вот есть какой-то свободный инсталлятор под винду прям вот инсталлятор и так сказать скачал нажал кнопочку он распаковался там со всеми пирогами но я очень хорошо помню время когда инсталлятор под вин 32 питона штатным был сломан в течение чуть ли не полугода никого не волновало вот почему потому что доля тех кто устанавливает значит питон 32-разрядный на свои компьютеры сейчас вот или так множество тех кто это делает по всей видимости очень долго не пересекалась не так множество тех кто устанавливает сейчас на свои компьютеры под виндуз 32-разрядный питон и если он не устанавливается репортит ошибки в сообщество не пересекалась множеством разработчиков вообще никак вот то есть ну вот болтался он в таком виде болтался потом конец до кого-то дошло там они делал починить вот вот так что вопрос такой да да значит что такое абсолютно то же самое связано с дипломентом я имею в виду самого питона да потому что если он у вас инсталлятор скачался и запустился смысле и распаковался то все хорошо если ваш монтейнер питона в дистрибутиве за него взялся и оформил дипломент так как это полагается тому дистрибутиву в котором в которой питон попал то тоже все хорошо а какие-то самостоятельные действия по непосредственному размещению умному внутри операционной системы того же питона предпринимать ну в общем относительно бессмысленно можно я не знаю как сейчас одно время даже существовал просто zip-архив ты его распаковываешь в винду там запускаем и не в винду тоже в линукс соответствующий запускаешь он работает почему бы нет в конце концов ну библиотечки там кое-какие должны быть бинар но под винду не есть чтобы не сделать их под винду тоже вот короче говоря опять-таки неожиданно дипломент самого питона скажем так не то чтобы им никто не занимается он либо переложен на изготовитель операционных систем либо сведен до минимума до нажал на кнопочку в инсталляторе все куда-то положилось и работает соответственно точно так же и сопровождение обычно оформлена вот таком вот минималистическом стиле да если нужно обновить питон ты уберешь и обновляешь если у тебя при этом возникают какие-то проблемы в операционной системе с пакетами операционной системы и эта проблема твоя операционная система у нас питание все хорошо работает скачиваю бинарный питон прямо с сайта и все будет хорошо ну или не будет вот несколько проще ситуация в операционных системах в виде виндовса где собственно питон сам себе сам себе дистрибутив и сам себя ставит и сам себя обновляет но опять таки никаких специальных действий по тому чтобы выявлять изменения в этом которые сделаны с установкой питона какие-то значит сохранять какие-то какие-то штуки вот которые короче говоря никаких дополнительных действий для того чтобы сопровождение под в рамках операционной системе того что мы делаем питоне того что они делают питоне стало более эффективным особо не предпринимается почему потому что мы имеем дело с типичным сообществом которое группируется не вокруг дистрибутива а вокруг программного продукта и даже если у программного продукта есть нечто что называется distribution все равно львиную долю того что чем занимается сообщество выедает bottom half та часть которая связана с разработкой согласования поэтому мы смело называем питон базовый дистрибутив как бы базовой системой и говорим что на самом деле мы имеем имеем дело с достаточно типичным представителем дистрибутива с базовой системой плюс пакета вокруг нее при этом дисциплина разработки способ дипломента способ сопровождения и даже в общем по большей части сообщества которая занимается разработкой базовой базовой системы которая занимается работкой пакетов они же модули сильно различаются поэтому питон мы оставляем питон как базовый core distribution и начинаем говорить про модули которые мы сегодня будем называть пакетами почему они будут называться пакетами во первых потому что на сайтах вот того же той же пыпы они называются пакетами поэтому package authorities во вторых потому что так нам будет легче мысленно сравнивать питоновские модули с линуксовыми пакетами по функциональности по способу с ними работы ну и потому что не знаю потому что мне так захотелось это это с нашей точки зрения пакеты вот значит немножко про пыпу немножко про пыпу когда выяснилось что все вокруг начали писать на своих волосатых коленках какие-то инструменты по доставке дипломе сопровождению согласование разработки и возможно даже собственно разработки или не даже с этого началось модули для питона поначалу питоновское сообщество которое core distribution играло в этом довольно большую роль то есть поначалу не играл поначалу это были какие-то сторонние ребята потом до всех дошло что если они не сорганизуются то таких вот установщиков каких-то непонятных форматов каких-то пакетов для питона будет все больше а толку в них будет все меньше вот и тогда организовался сайт который называется python package indexes python package indexes вот где поначалу просто в виде ссылочек свалилась информация про все-все-все-все-все модули для питона которые на свете существуют поскольку они по большей части под свободной лицензии то можно было класть туда даже исходники сами модули можно было класть можно было наводить какую-то 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 красоту среди в этих списках какие-то делать веб-сервисы ну короче говоря какой-то вот на деньги foundation какой-то делать обслуживание этому делу через некоторое время стало все еще веселее потому что люди начали писать свои свои инсталляторы которые скачивали теперь уже пакет с вот прямо оттуда скачивали пользуясь какими-то хтэмельными формочками которые там валялись вот и на этом основании их разворачивали тут народ схватился за голову и начал говорить нет давайте мы все-таки наведем какую-нибудь стандартизацию чтобы значит вот у нас есть пакет для питона к нему есть паспорт мета информация в этой информации написано там сайт разработчика версия электронный черт побери подпись лежит а то мало ли что вы скачаете там по ходу вот в рукава засунул руки да оказалось это ноги вот то есть бог его знает лучше уж проверять подпись вот соответственно придумали какой-то API для скачивания оттуда ну в общем в общем немножко немножко повозились и мы получили получили ситуацию когда у нас сам собой просто из некого информационного портала зародился репозиторий пакетов питона на сегодняшний день как я уже говорил сейчас я найду где у меня тут описано это разумеется портал веб-сайт портал веб-сайт веб-движок теги поиск по тегам там дальше даже есть такая штука жаргонное название которое я не берусь на лекциях произнести в общем измерялка важности пакета вот вот очень важный кстати инструмент я им много раз пользовался и каждый раз испытывал такое вот удовольствие то есть когда ты заходишь на сайт и ищешь пакет питонский по тегам они упорядочены по умолчанию по нарастанию этой самой важности так называемый вейт тяжесть чем тяжелее пакет тем больше у него плюсиков разных то есть у него большой комьюнити он быстро развивается в него часто коммитит в него у него хорошо оформлен паспорт ему есть документация на read the docs короче говоря чем пакет качественнее тем больше у него это самая тяжесть соответственно если у тебя по поиску находятся сто пятьсот пакетов да ищи в первой десятке не промахнешься это механизм который относительно неплохо работает так же и в допустим каким-нибудь этих самых google play вот когда у нас уже критическая масса пакетов наработаны критическая масса пакетов в составе нашего дистрибьюшн наработана и нам нужно сделать так чтобы не происходило сто пятьсот разработок решений одной и той же задачи единственный общественный механизм это сделать это просто сделать голосовалку и люди будут и и надеяться на положительную обратную связь что чем больше нечто само себя пиарит тем больше к нему обращаются а чем больше к нему обращаются тем больше в него вливают ресурсы и тем сильнее оно укрепляется на первом месте вот у этого эффекта есть конечно вернее у этого механизма есть конечно побочный эффект называется форсит пиар форсит продвижение но слава богу в пупы по моему никто этого еще не пробовал делать вот тем не менее эта штука очень хорошо работает значит и всякие захудалые недоделанные и не привлекают и как бы не юзабельные проекты они в этом списке опускаются все ниже вот ну и вот вот это самая измерялка важности хорошая штука это все портальные вещи портальные штучки следующее это файлы помойка ну или как скажем так хранилище версионирование то есть у тебя может быть один пакет сопровождаться информация сразу о нескольких версиях про каждый из них как бы создается отдельная страничка автоматически вот и всевозможные мета информация мета вот это вот мета информация это та часть спецификации пакета вспоминаем пакеты в linux который отвечает условно говоря за установку есть еще часть которая отвечает за сборку мы до ней дойдем да вот эта часть которая отвечает за установку то есть когда ты скачиваешь пакет оформленный для пакет для питона вот в нем содержится мета информация необходимая для того чтобы ты еще установил всякие другие пакеты без которых он работать не будет в зависимости или информация о лицензии или информация о кстати сказать о том как идет разработка о том какой статус у пакета ну доделанный недоделанный теги все вот эти короче говоря нечто важное для понимания того как это все должно работать и понимаете стороны программисты понимаете стороны там грубо говоря установщик вот безопасность дело в том что помимо того что вы можете скачать не то вы еще можете и как бы закачать не то поэтому для того чтобы запубликовать на пп свой пакет нужно соблюсти несколько простых правил вот тут всегда есть даже люди которые это делали вот так что они могут даже рассказать больше чем я вот правил это я понимаю совершенно не сложные да 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 вот нас значит соответственно но тем не менее подпись ключ все вот эти дела то есть это репозиторий это уже не свалка не свалка не свалка какого-то каких-то непонятных файлов а вполне себе такое работающие работающие ну работающий механизм вот отдельно упомяну readthedox.org отдельно упомяну readthedox.org который в полуавтоматическом режиме публикует всю документацию по пакетам которые выкладываются в в этот самый пипи то есть у него свое API вы должны это API включить но идея именно такая вы выкладываете пакет в Python index вы можете автоматом автоматом публиковать свою документацию на readthedox поскольку под питон есть чудесный совершенно форматер документации и вернее средства организации документации под названием Sphinx как я в прошлый раз о нем говорил так вот поскольку он есть вы можете на нем же все это сделать и прямо там же публиковать и тем самым у вас получится ситуация что у вас нет не просто какой-то пакет где-то выложен да а еще информационное пространство под него организовано так что самоорганизован вот очень удобно вот в по большей части если к пакету есть серьезная документация то она лежит там вот за исключением очень толстых пакетов которые сами себе значит там большое сообщество оно само себе что-то организует вот чего нету здесь мне только что пришло в голову никогда не задумывался помните что есть в линуксовом когда я говорил про линукс репозиторий я говорил что это не только файловая помойка но и инструмент который делает сборку и согласование вот в современных линукс репозиториях вообще никто не закачивает файл бинарный на туда в современных линукс репозиториях закачивают исходные то есть исходные тексты вместе со спецификациями ну в случае допустим осизифа нашего хранилища это сердце рп да и сама сборочница их собирает в универсальной среде изолированной сборка воспроизводимой и так далее ничего подобного разумеется в питон сообщество не предоставляет всем подряд во первых в этом нет смысла во вторых это в общем довольно сильная нагрузка а в третьих как вы понимаете большую часть пакетов написанных на питоне что там собирается они уже и как сделаны вот в четвертых на самом деле мы к сожалению про это не сможем поговорить это выбивается за наши рамки а собственно под какую систему их собирать вот когда мы нет мы об этом поговорим вот когда мы группируемся вокруг операционной системы мы знаем под какую систему в этой операционной системе собирать пакет а когда мы делаем пакеты под питон вот если там есть какой-то target operation system какой-то да то есть вот какой-то бинарник какая-то библиотечка это же представляете какие мощности надо иметь и какой уровень ошибок будет если мы внезапно захотим забабахать сервис который да где ну потому что это один пакет питон тоже собирается сразу под ног операционных систем а 90 тысяч пакетов под питон не собираются под ног операционных систем я об этом да сколько у них сколько у них модулей вот значит в общем в общем есть такая технология называется билборд ну одна из многих который позволяет вашу вашу ваш кроссплатформный проект собирать сразу под все операционные системы разных версий ну разумеет и и да это делается с питоном только это не делается с той сотни тысяч ну 90 на сегодняшний день тысяч пакетов которые есть вот тем более что из них многие в общем не собираются все таки свою функцию портала портала пупи тоже выполняет да даже если разработка некоторого модуля заброшена но это тот модуль который вам нужен портал помогает найти его добраться до этого заброшенного кода починить его если он перестал работать да и как бы стать новым 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 автором вот так вот я все обещал про пипу рассказать я рассказываю про портал сейчас а где у меня пипа тут а вот он значит я расскажу про нее в конце потому что давайте сначала разберемся или повторим я помню раз пытался рассказать в прошлый раз про это как тут кто-то тут кто-то сделал что-то а я починил а нет еще нет ну ладно тогда я не починил а пакет пакет но встречаемся с штукой когда один и тот же инструмент используется и для сборки пакета то есть из исходных текстов если там есть какие-то сишные тексты и для последующей установки хотя казалось бы много ли в этом общего вот так вот инструмент который set up tools он предназначен для сборки пакетов сборки причем она может быть не только из исходных текстов set up tools определяет некоторую некоторую полиси некоторую дисциплину оформления дерева каталогов из которых будет собран ваш питоновский модуль совершенно необязательно это дерево каталогов должно содержать ну совершенно необязательно операция сборки должна содержать исключительно только какие-то ну код на си да она может вообще быть содержать только файл на питоне и единственная задача оформлять ее видеть оформлять ваш код на питоне в виде set up tools это чтобы не пы файлы распространять а полноценные питоновские пакеты с описанием с мета информацией с зависимостями со всеми пирогами да вот именно эти пироги то собственно и обслуживает set up tools кроме того у вас могут быть какие-то тесты которые вы запускаете прежде чем этот пакет установить да ну в общем много чего вот так вот с одной стороны задачи set up tools это сборка того пакет который должен быть установлен из исходников возможно путем перекладывания исходников на питоне из одного места в другое а вторая задача это установка вот установка в систему ну или там куда то значит есть возможность установить себе прямо вот куда то какие то локальные каталоги да если это скажем линукс то может быть ты не можешь как здесь не обладая правами системного администратора ты там систему ничего не поставь да но у питона есть возможность работать локально и вот у set up tools такая возможность такой установки в такое место тоже есть вот я все-таки хочу вот к сборке подлезть в том числе из не питон исходников исходников то есть смотрите вот здесь мы встречаемся с такой вот с такой с ким провалом который нас усиленно подталкивает краю пропасти к нас как разработчиков пакет для питона потому что это питон такая кроссплатформная система со своим api со своими в питоне там внутри записанными привязками к операционным системам вот под которые легко писать кроссплатформное приложение не дай бог вам нужно собрать что-то из исходников на просто из исходников носить вот какими компиляторами по каким схемам вы бы вы будете это делать под разные операционные системы как только у вас до а в принципе что ну там тоже есть ну да понятно ну да вот в случае когда вам нужно из исходников наносить собрать модуль для питона эти случаи довольно частые потому что я уже говорил довольно удобный довольно удобный api и иногда хочется так сделать вам придется либо делать этот модуль принципиально для той операционной системы для которой до которой вы смогли дотянуться и под которой вы его делаете остальными не заморачиваться мы не будет у людей работать либо пытаться как-то пытаться как-то оформить некую универсальный механизм сборки а в принципе попытки сделать этот него универсальный механизм механизм сборки они все тапту заложены то есть вы не увидите там make файлов например вообще скорее всего вот если только вы не таскаете с собой настоящую полноценную сишную библиотеку у которой свой собственный метод сборки свой собственный метод дипломента и так далее такое тоже бывает это же open source взял вкатал какой-нибудь я не знаю при чем язык липп нг да и вот с этим липп нг ездишь да у тебя значит первым делом при сборке питоновского модуля собирается липп нг теми средствами которыми липп нг собирается для вашей операционной системы ну и с таким же результатом вот но это в общем скорее такое мелкое извращение чем повседневность а вот ситуация когда сишный код какой-то должен превратиться в код в библиотеку который потом сжует питон это довольно ну как бы эта ситуация в случае если код не питоновский частая и вот под это дело у питона есть в общем свой yet another да своя подсистема сборки которая обеспечивает setup tools был в свое время проект который назывался по моему disto tools 2 когда ребята попытались смоделировать более универсальную систему сборки из исходных текстов не питоновских чего-то под все операционные системы этот проект умер потому что в нем становилось все меньше и меньше желающих им заниматься задача не решаемы то есть она решаемы до определенной степени а потом не решаем вообще говоря задача внезапно собрать что-то на си под все операционные системы она не решаемы по определению смотрите мы даже когда говорим про линукс дистрибутив там для того чтобы под этот линукс и только под этот линукс собрать исходник какого-то обстрима целый монтейнер нужен а мы сейчас имеем в виду чтобы человек который пишет на питоне и немножко на си внезапно сделал такой модуль который собрался бы на всех операционных системах о чем вы говорите вот поэтому я в своей жизни вообще не видел систем которые подразумевают сборку из исходных текстов на си каких-то модулей для других языков программирования который бы работало везде одинаково вот руби страдает примерно тем же у него свои идеи там написано очень-очень много обвязки на руби вот но все равно она платформа зависимая значит хуже всего я помню было гну октав есть такая значит математическая программа называется гну октав к ней есть модуль такие плагины вот но к сожалению эти плагины выглядят так это какие-то значит ученые ну октав это что такое это пакет для этой самой силой математики совместимый с матлабом частично совместимый с матлабом вот вот эти ученые они значит решили что они задачу решили написали программу на си написали внимание на языке октавы какой-то сборочный скрипт этой программы на си вот затолкали все это в плагины сказали вот нажимаешь эту кнопку и у тебя чудесным образом все само собирается ну и потом если идешь на форму этой октавы там люди говорят вот знаете у меня все хорошо но вот одна только одна ошибка при сборке возникла только одна ошибка cc файл не найден вот понятно что задач не решаем тем не менее значит люди как бы стараются вот вообще говоря можно поступить по-другому если вы эту задачу решили то можно собрать из исходных текстов так называемое колесо вилл пайтон вилл это формат распространения питонских пакетов пришедшие на смену на смену питоним яйцам пайтон x который может включать себя в себя бинарные дистрибутивы для соответствующих систем то есть вам не нужно при установке запускать полную сборку вы можете там на стороне разработчика собрать колесо а на стороне пользователя пакета из этого колеса прямо раскладывать бинарные пакеты сборка под windows превратилась в общем довольно простое дело вот ну то есть понятно что никто не гарантирует что у вас не возникнут разноверстницы библиотек что у вас не возникнут разноверстницы в обе вот это вот вся вот эта вся адовая кухня с которой мы боремся в линдх дистрибутиве она вся вас поджидает когда вы пользуетесь вот этим ничего не поделаешь зато но есть шанс что она заработает и поскольку все-таки речь идет о питоне главное что у вас заработает это заработает совместимость по обе с питоном ну во первых потому что она просто прописана мета информация да вы не можете поставить колесо от чужого питона а во вторых потому что скорее всего на этом все и закончится вот эта вот библиотека которая у вас посажена вот сюда вот она как правило представляет собой либо просто текст написанный на си с объектами на питоне для скорости либо биндинги к каким-то внешним библиотекам написанным с помощью ну там сайта интерфейс генератора короче говоря устроены таким образом что ему собственно и не нужно ничего компилировать да был вот он просто посмотрел там библиотеку нашел в нем символы вызовы функции да к каждому книгу каждому из них написал питоновскую обертку и вот это этим делом вы пользуетесь вот так что это частичное решение задачи переваленная просто на разработчика это разработчик должен собрать колесо для вашей операционной системы но зато установка пройдет гораздо более гладко что тут еще третье было а да это оно и было вот это оно и было третье вот значит таким образом вы можете с помощью setup tools собрать пакет причем в мета информации вы можете указывать зависимости вот правда это такие зависимости но какие вы укажете такие будут никакого автоматического поиска зависимости никакого удовлетворения этих зависимостей есть сами соответствующий пакет в системе setup tools захочет собирать ваш модуль нет не захочет ну все вот как написал человек требуется пакет такого-то такой-то пакет возможно какой-то версии так и будет если его нашли есть если они нашли нет вот но по крайней мере это такое информационное место которое говорит товарищ разработчик поставь еще вот это иначе у тебя ничего не соберется вот ну вот как то так вот надо значит итак сборка из исходных текстов установка в систему кстати на сегодняшний день установка происходит так а возможно это не set up tools делает возможно это это пип делает сейчас про пип расскажу собирается сначала колесо потом из этого колеса происходит установка универсальному вот наверное это пип делает setup tools сборка установка есть еще доставчик значит а давайте прежде чем я поговорю про доставщик я расскажу про публикатор он называется твайн по моему твайн публикатор так на пип и поэтому пэк шинекс так отлично значит то есть мы собрали вот здесь вот все сделали теперь вам нужно теперь вам нужно этот код опубликовать на самом деле для публикации существует достаточно несложный алгоритм но этот алгоритм руками выдерживать в общем не интересно вот самый пакет собери по подписью подпиши и через специальный зашел канал пошли синтаксически это самый проверь ну короче зачем это делать самому если это можно делать с помощью инструмента вот этот инструмент вот вот итак мы пакет разработали мы его опубликовали то бишь он у нас ушел в хранилище вот и теперь его из хранилища надо установить об этом мы говорили в прошлый раз python install package это инструмент для установки установки чего-то из хранилища вот хотел сделать одну вещь и забыл ну ладно что он умеет это такой установщик и доставщик в одном флаконе но установка он правда пользоваться сфетоптузовый то есть фактически он пакет скачивает разворачивает его делает ему сделать запускать сфетоптуз чтобы сделать колесо или если в нем есть колесо устанавливает колесо это можно этим можно управлять вот и дальше он устанавливает с помощью того же сфетоптуз наверное вот так что он решает задачи доставки в первую очередь конечно ну скачивание да скачать скачать подпись проверить в том числе кстати в том числе с недавних пор тип умеет скачивать не только с пайпай но прямо из гитхаба например в том числе гитхаб нет гитхаб там много этих самых базар то есть вот этого самого из бунтовского хранилища из питомовского меркуриала ну в общем дать я напишу базар меркуриал базар гит базар меркуриал этот самый как его свн то есть теперь можно не только скачивать пакеты прямо из хранилища но также скачивать и их девелопмент версии прямо из того места где их разрабатывают это кстати еще одно отличие которое подстерегает нас когда мы относимся к этому всему как дистрибутиву не забыть мне это сказать в конце лекции на всякий случай скажу сейчас когда мы делаем дистрибутив наша задача унификация чтобы у всех были одинаковые пакеты если у кого-то возникнет бага чтобы эту багу поправить когда мы делаем дистрибутив извините программистских модулей почти наверняка программист захочет самую свежую версию чтобы если какие-то баги в ней есть их пофиксить а если нету вот и нету да продолжаемая разработка очень континус девелопт непрерывная разработка очень плохо относятся к ситуации когда мы внезапно начали пользоваться каким-то зима какой-то замороженной версии того чего разрабатывается вот поэтому о случае пакетов мы как правило дистрибутивы делаем на базе так называемых срезов или в случае сизифа это называется платформ то есть стабильных замороженных веток куда обновления допускаются только по безопасности а в случае разработки мы как правило имеем дело как раз самыми свежими версиями вплоть до того что прямо скачиваем из гита прям вот каждый мой патч улучшает код программы ну вот как то то установка значит установить а проверить подпись установить я уже говорил что установка происходит путем собрать сборки вилла или использование готового колеса да и дальше установки в систему на самом деле вот здесь еще проверить зависимости то есть мы уже говорили о том что зависимости в питонских модулях это штука чисто номинальная никакого автоматического построения никакого вычисления нужны они или нет исключительно разговор о том что программист лично своими руками написал в список зависимости не более того написал какие-то такие модули значит он их и будет проверять не написал не будет запустил не работает потому что у программист всегда считал что у вас будет такой модуль а у вас его нет смысле пакет да соответственно никакого резолвера никакого построения рекурсивного построения дерева никаких индексов зависимости как это делается в линуксовых хранилищах нет и в помине да вот скачал пакет посмотрел на его список зависимости скачал все остальные пакеты посмотрел на их список начал устанавливать начал устанавливать заглянул в мета информацию а там список зависимости скачал еще их вот что самое неприятное никого рекурсивного удаления совсем вот в это начал что-то тестировать накачал каких-то модулей будь добр запиши на бумажке чеки какие-то накачались вместе с ним а потом удали их вот но удаление есть там правда какие то какая то крупа яиц постоянно обнаруживается то есть ты модуль удалил какие-то файлы какой-то инфайл там залип ну вот такой вот но в принципе да есть удаление но все это без рекурсии рекурсии нет без построения индексов без дерева зависимости без дерева зависимости соответственно когда ты модуль установил ты уже не можешь узнать от чего он зависит и нужно ли все остальные удалять это может быть только один буквально скачал два там пы что-то или что-то удалил липу что-то пы что-то осталось разумеется на работать не будет но тем не менее соответственно нет блокировки удаления да ты поставил пы что-то этот пы что-то по зависимости скачал и поставил липу что-то ты удалил липу что-то те никто ничего не сказал все это находится на самой самой начальной стадии в этих самых у этих ребят но тем не менее вот что есть ты так так из того что я написал все если кто-то знает какие то ну да естественно посмотрим просмотр информации просмотр списка пакетов вот самое смешное как выглядит просмотр информации о пакете пип шоу вот ну пип правда пишется по другому но все равно смешно чтобы быть чтобы быть как сказать и ради отчетности скажу что вокруг вот этого инструмента разные сообщества разной степени далекости от разработки питона как такового делают всевозможные всевозможные штуки под названием там какая-нибудь конда я же и упоминал уже она же анаконда такие красивые навороченные инсталляторы собственноручно собственноручно оформляемыми списками пакетов с рекурсивной установкой рекурсивным удалением но все это в меймстрим не входит это такие вот сторонние поделки которые то работают то нет не в смысле что они плохие а в смысле что никто никогда их не позиционировал как инструмент который предлагается питомовскому сообществу целиком вот такой инструмент появился сравнительно недавно он называется спак ничего про него не знаю он совсем новый вот он позиционируется как раз универ как универсальный инструмент как универсальный как это правильно сказать пакетный диспетчер помните в линуксе есть установщик пакетов который умеет видеть зависимости но ничего не знает про индексы есть пакетный диспетчер который работает как раз с хранилищами строит индексы но и строит тоже и умеет их резолвить как-то вот говорить где какая версия вот спак он как раз ориентирован на это на моей памяти третий уже проект попытка ввести какую-то какую-то упорядоченность в этом деле ну посмотрим чем закончится последнее о чем стоит упомянуть довольно важное причем с довольно забавной стороны важное это комплект инструмент который называется virtual length я кажется прошлый раз о нем тоже говорил вот но теперь мы его будем рассматривать с другой стороны значит virtual length это инструмент который позволяет вам создать изолированное окружение ничего там изолированного на самом деле нету вот а просто окружение в которой будет ваш питон и все ваши модули никаких других таким образом вы можете на одной и той и той же машине держать разработку нескольких приложений на питоне нескольких проектов в которых будут использованы разные версии одних и тех же модулей и даже возможно разные версии питона я уже говорил что непрерывная разработка очень плохо относится к заморозке какой-нибудь компонента например потому что если у вас заморозилась одна компонента то вместе с ней морозится и все остальные которые от нее зависят и могут сломаться если если начнет ехать обид поэтому если вы допустим начали разрабатывать на каком-нибудь 3 третьем питоне то вам во-первых нельзя переезжать на 3 четвертый до тех пор пока вы это не сделали совсем кодом понимательный там на 3 седьмой как сейчас вот а вот 3 третье кажется первый был питон где был фрич анфриз такой большой вот а во-вторых то же самое происходит и со всеми модулями которые вокруг вашего проекта обмазаны не дай бог дай бог очень хорошо что их что их разработчики идут дальше и как бы продвигают их на современные питоны на 3 седьмой например но вам с вашим 3 третьим будет немножко не того не комильфо вот таким образом возникает необходимость создание окружений в которые бы запускались те питоны и те модули к этим питонам которые нужны для разработки данного проекта и только для него виртуаленд на самом деле допустим с точки зрения линукса это просто манипуляция путями где лежат эти самые пакеты ну в худшем случае еще сам питон скопируется нужно прям туда вот но чтобы вы представляли как идет разработка на питоне ну я уж сейчас не говорю что этот виртуаленд поддерживает всякие страшные дешки вроде пичарма ты нажимаешь педаль и у тебя сразу формируется виртуаленд в которой все что тебе нужно есть а все что тебе не нужно нет это уже другой разговор главное что вся вот эта вот вся вот эта вот механика по установке по зависимости по вот этим вот 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 этим вот на самом деле вы с ней можете побороться следующим путем развернули виртуальное окружение по наставили туда вообще каких хотите пакетов всяких начали собирать в нем свой проект он собирается с помощью setup tools нет с помощью пипа пип умеет делать такую забавную штуку он умеет из всех нужных вам модулей собирать одно большое колесо вот у вас есть описатель вашего программного продукта в котором написаны требования для запуска вот он прям поют в этот описатель смотрит из всех этих модулей собирает одно большое колесо такой will distribution такой после чего вы заводите второе виртуальное окружение туда это колесо ставите разворачиваете там свои исходники смотрите работает или нет если не работает значит вы что-то забыли в этом первом указать если все работает первое удаляете вот вам а чистое окружение ни о каком удалении отдельных пакетов которые не нужны речь не заходит не то чтобы это было ненужная фича мне лично как пользователю линукса очень сильно раздражает ситуация что я вроде как понаставил пакетов а теперь давай пальцем их удалять вот вот но как разработчик которого который приводит исследования да это исследование очень легко организовать вообще не занимаясь никаким удалением панас ставил пакетов удалил все удалил все панас ставил пакет вот а Опять-таки, это делается вместо автоматического поиска зависимости и автоматического поиска того, на что могут быть зависимости, как это сделано, скажем, в Linux-дистрибутивах, например, вальцах. В Python ничего этого нет, все это валится на плечи разработчика, именно потому, что он и есть разработчик. У него в голове это есть. Другое дело, что потом будет, условно говоря, пользователь этого пакета, человек, который его ставит. У него в голове этого может и не быть. Но, и вот здесь как раз, и вот здесь как раз уместно вспомнить про эту самую пыпу. По эту самую пыпу. Итак, что-то того лет 6-7 назад, внезапно, ну, как внезапно, обычно здесь пишут ТМ, внезапно ТМ, да? Люди осознали, что Гвиды не хочет решать проблемы лично, не хочет решать проблемы заработчиков всех на свете модулей. Ну, точнее, не может. Точнее, осознает, что не может и поэтому не хочет. Чем занимается это сообщество? Это, в общем, сообщество, это не какие-то бородатые дядьки в очках, хотя, возможно, такие среди них есть, это называется хипстеры. Значит, это вполне себе сообщество, это не какие-то самопровозглашенные командиры, вот, а люди, которые взяли на себя, в общем, тяжелый неблагодарный труд по наведению порядка и наведению, главное, регламентации, да, стандартизации того, что творится в информационном обмене при создании питомских пакетов. Главным образом, конечно, это документирование и регламенты, документы, документирование и регламенты, то есть организационные вопросы, хотя нет, организационные вопросы отдельно. Дальше, формат метаданных, вот это вот то, на чем они работают очень активно, формат метаданных, в setup tools, например, или в колесе, вот, то есть не просто вы, как бы, где-то, там, вот, какой-то Вася, написавший setup tools, сказал, а вот метаданы, наверное, должны выглядеть так, я, в общем, всего не знаю, но, наверное, да, теперь, значит, этот Вася еще посоветуется с пупой, а может быть, пупой даже ему порекомендует, а еще лучше, напечатает этот, опубликует этот стандарт где-то, как стандарт, чтобы, когда идет разработка, все глядели не на сайт, там, не в код питона, да, не в код, написанный на питоне программы setup tools, да, а в какой-то сайт, где написано, вот так мы решили, у нас будет выглядеть метаданных. Это да. Вот. Я считаю, лучше поздно, чем никогда, но вот в данном случае, может быть, стоило об этом задуматься раньше. Ну, Гвид, видимо, не ожидал, что произойдет такой взрыв и что возникнут проблемы чисто вот такого характера, проблемы выстраивания автоматического информационного обмена внутри пакетов, вот внутри информации его пакета. Отдельная, довольно забавная тема. Смотрите, если мы не делаем колесо из пакета, то мы делаем так называемый source distribution. Как же он называется? С-дист, что ли? Короче говоря, мы можем захотеть выкладывать не только колеса или не столько колеса, но также и такой вот аналог SRC RPM, да. Такую штуку, или SRC-дист он называется, такую штуку, из которой потом можно собрать пакет, как из исходника. Вот. Так вот этой штуки, вообще говоря, даже формата не было. То есть он как-то не был нигде специфицирован. Вот. Source distribution. Тоже формат. Разработка формата Source distribution. Вернее, даже не столько разработка, сколько придание ему официального весу. Потому что изначально Source distribution, это был такой, ну, вот как упаковался архив, так и упаковался. Вот. А теперь, значит, это где-то хотя бы будет записано и впоследствии стандартизовано. Доработка формата вилла. Формат колеса. Формат. Вот, кстати сказать, здесь деятельность вот этой ПЫПы была достаточно эффективна. То есть это именно потому, что народ собрался в сообщество, удалось довольно грамотно распланировать переход от яиц, где бинарного формата не было, к колесам, где он был. Вот. Ну, со всеми пирожками. Я, кстати сказать, кстати сказать, сам на практике встретился с полезностью этого самого вилла. Вот. Я внезапно обнаружил, что для работы какого-то веб-сервиса, который я запускал, понадобился этот самый майсквельный коннектор к питону. Вот. Так он собой представлял, разумеется, ИСОшку. Он отлично присобачивался к моему, не майсквель, этот самый, как же он называется-то, ИСКУЛАЙТ. ИСКУЛАЙТ-коннектор. Отлично присосался к моему ИСКУЛАЙТу, системному библиотеке, которая сидела в операционной системе, и все, в общем, заработало. Вот. Несмотря на то, что это была ИСОшка, приехала в своемне с колесом и не собирающиеся. Вот. А не хватало мне еще в базовую систему ставить инструменты для сбора. Такие дела. Другое дело, что я потом этот пакет собрал в СИЗИФ, и у меня получился пакет с мною лично собранным этим коннектором из ИСОшек. Но, повторяю, ткнулся, заработало. Значит, вообще, некоторая регламентация работы утилит, вот тех, о которых мы сегодня говорили. Работа утилит. То есть, там довольно большой раздел, посвященный тому, как должен работать ключ такой-то, как они там задизайнили еще новый ключ для какой-то утилиты. Короче говоря, они принимают участие в разработке утилит по... Давайте напишем участие, плюс участие в разработке, плюс участие в разработке. Вот, значит, вот каких утилит? Для пакетирования. Пакетирование. Вот. Ну и всякий орг вопрос. Кто с кем там, все. Донести информацию от одного абонента до другого. Как видите, деятельность этих людей такая в основном организующая, но это и есть то, что данному сообществу, то, что данное сообщество превращает потихонечку действительно в нормальную дистрибуцию. Как мы сейчас видели, я перехожу к выводам, как мы сейчас видели, ситуация с, скажем так, гибкостью и мощностью того, что предлагает нам инфраструктура Python как дистрибутив, удовлетворительная, но носит в себе явные признаки того, что она появилась сравнительно недавно. Если часть, связанная с разработкой базовой системы, развита очень сильно, потому что, собственно, эта часть, связанная, ну, как бы, без нее ничего бы не работало, то часть, связанная с разработкой пакетов, довольно разрозненная. Мы не можем до конца решить, что делать с пакетами, у которых бинарные исходники. Да, мы не можем до конца решить, как нам, допустим, обеспечить весь процесс сборки от начала до конца унифицированного пакета, если он сложный. И люди просто пишут, используют какие-то фреймворки, пишут их сами. Но, с другой стороны, может быть, так и надо. Может быть, не надо, как вы говорите, делать только этим способом, а никаким другим. Если этот способ написан на питоне, он хорош, да, в любом случае. Тем не менее, существуют утилиты для сборки, существуют утилиты для дипломента. Короче, на уровне разработки что-то такое ведется, недостаточно, как мы видим, универсальное, но все равно приведшее к появлению 90 тысяч пакетов на пыпы. На уровне согласования. Сделано не так много. В основном, спасибо пыпе, или, вернее, той работе, которая сейчас делает пыпа, по части того, как должны выглядеть всевозможные метаинформации и всякие форматы файлов, а, допустим, согласование в виде, там, зависимостей, проверка, как это, вот, скажем, сделано в том же Альте, в Сизифе, проверка наличия тех или иных символов, то есть, вот вы делаете from что-то, import что-то, а его там нет на питоне. А почему? А кто знает? А кто проверял? А никто не проверял. Вот этого всего, конечно, нет. Согласование на уровне достаточно примитивном. Написал зависимость, есть зависимость, не написал, нет. Доставка. Доставка, я бы сказал, нормальная. То есть, вот, пип постоянно, постоянно развивается. С недавних пор, ну, так, года два уже, он стал частью базовой дистрибуции питона, то есть, вошел в кору, вот. Тем не менее, команда у него отдельная, просто его всегда включают, потому что это теперь инструмент, без которого, в общем, трудно себе представить питон. Значит, как видите, задачи, связанные с доставкой у сообщества питоновского и у сообщества линуксового, немножко разные. Именно поэтому пип умеет, например, ходить прямо в гидрепозитории разработчиков. Там, кстати, есть такой, сейчас я вспомню, editable mode, когда вы не просто ходите в этот репозиторий, вы потом еще обратно его можете публиковать. То есть, вы как бы пипом его установили, что-то там поправили, и тут же опубликовали обратно, потому что вот вы, вы тоже такой разработчик, или это вы, это он и есть. Вот. То есть, здесь проявляется специфика, здесь проявляется отличие того, что мы видели при построении операционной системы из пакетов, и при построении программного окружения из пакетов. Да, вот в случае программного окружения, быть может, последняя версия гораздо важнее, чем стабильная. Вот. Потому что вы сами сейчас это делаете. Вы потом все баги все равно пофиксите. Это что касается доставки. Значит, с доставкой все более-менее. Пип умеет ставить из локального хранилища, среди рекомендованных пипой инструментов есть пидефон, что ли называется. Короче, штука бинарно совместимая с пипой, вы можете сделать свое локальное хранилище и раздавать его. Вот. Ну, в общем, с доставкой все более-менее ничего. Подпись проверяется. Хорошо. Что касается дипломента, то опять-таки есть специфика. До тех пор, пока мы крутимся в рамках одного только питона, с дипломентом все практически в шоколаде. Особенно виртуаленк нам в этом помогает. Раскачал, развернул, положил. Все. Весь дипломент. Что же касается дипломент, когда мы сваливаемся на уровень операционной системы, то там, как всегда, вот подошло колесо, отлично, с колесом все поехало. Не подошло колесо, попытались собрать. Не собралось. Всем до свидания. То есть инструменты есть только те, которые не выбрасывают нас в бесконечность операционных систем, на которых будет работать питон. Кстати сказать, намного более герметичные схемы использованы в Java, если я не ошибаюсь. Потому что там очень сложно. Вот вы этот jar скачали, развернули, и, собственно, да может даже разворачивать не надо. Там нечего разворачивать. Скачали, положили в место определенной вашей операционной системы, и все. Оно либо работает, либо нет. Или в каком-нибудь, не знаю, в каком-нибудь .NET. Но и .NET, и Java предоставляют в первую очередь интерфейс виртуальной машины, и все, что вы скачиваете, это такие расширения виртуальной машины. А питон это все-таки такой вот, там внутри есть какой-то компаньер, но все-таки это язык, интерпретатор, который работает именно вот непосредственно в операционной системе. Поэтому, в общем, могут возникнуть проблемы, когда дипломинт связан с особенностями операционной. Сопровождение, ну, на примитивном уровне есть, у того же PIP есть апгрейд, да, версионирование есть. Честно говоря, я не прочитал, как может ли PIP работать сразу с несколькими репозиториями, я боюсь, что нет. То есть, как я уже говорил, что поскольку нету инструмента, который строит дерево зависимости, наверное, идея подключить несколько разных репозиторий, в которых может встречаться несколько пакетов с разными версиями, в том числе, в одном репозитории одни пакеты надо обновить, а в другом, эти, наоборот, более старые, другие надо обновить, и попытаться вот все вот так вот отсюда скачать и думать, что это заработает, я бы сказал, что это плохая идея. То есть, пока что схема, связанная с сопровождением, выглядит так. У нас есть центральный репозиторий это PIP, а если у вас есть какие-то сторонние разработки, то вы надеетесь, что эти сторонние разработки с PIP сохранизуются. Иначе все будет вот так, как было. Или вы ничего не обновляете. Сопровождение происходит медным фризом. Вот. Вывод. Несмотря на то, что конструктор, с которым мы имеем дело, не имеет отношения к операционным системам почти никак, и категория пользователей, то есть, вот те люди, которые пользуются операционной системой, пользуются дистрибутивом, условно говоря, админы, и те люди, которые пользуются набором питоновских модулей именно как дистрибутивом, то бишь программисты, поскольку, несмотря на то, что эти категории в общем различаются, и там, и там совершенно очевидны одинаковые задачи дистрибуции. Эти одинаковые задачи заканчиваются в том месте, где начинаются задачи, решаемые конечным продуктом. операционная система должна стабильно работать, а разработка, значит, пакеты в операционную систему ставят для того, чтобы они потом стабильно работали. Пакеты в питоновское окружение ставят для того, чтобы разрабатывать программу. После того, как она разработана, ее куда-то деплоят, там уже ничего не трогают. Поэтому в случае дистрибуции питона у нас довольно серьезно проработаны инструменты разработки самой коры питоновской, ну, очень серьезно, неплохо проработаны инструменты доставки и установки, чтобы это хорошо делалось, и достаточно спустя рукава мы относимся к тому, как все это друг с другом соотносится. Да, то есть заработал и хорошо. Вот. Потому что все равно программисты потом поправят. Потом в партнете работают. Еще, может быть, они 10 раз все это снесут и поставят новое окружение. Вот. Какие задачи решения, мне кажется, из числа решаемых и из числа нерешаемых в этом дистрибутиве, именуемом Python, наиболее актуальны. Ну, я не берусь судить вот прям вот совсем со всей безапелляционностью. Я совершенно уверен, что задача бинарного распространения, которая вот частично решена колесами, это только полумеры, и дальше надо будет решать это как-то дальше. Вплоть до того, что возможно будет какой-то свой собственный встроенный компилятор, например, внутри себя, в Python, туда, в голову, не в операционную систему, вот в чем главное. Вот. Но до этого еще не дошло. Мне кажется, что довольно важная задача синхронизации различных репозиториев, а не только PPI, но она возникнет только тогда, когда появится довольно большой класс людей, которые не хотят постить в PPI. Пока все хотят. Мне кажется, что сам PIP, как пакетный менеджер, находится на довольно такой зачаточной стадии, и такие вещи, которые обычным линуксовым пользователем считаются само собой разумеющимися, как построение дерева зависимости, удаление зависимости. Это все понадобится при разработке, разработчики поймут, в чем этот кайф, и вот может быть вот этот спек нам поможет, я не знаю, как фишкляж. В остальном мы видим, что общие принципы, а именно свободная разработка, свободное лицензирование, открытая разработка, в смысле сообществом, и как это правильно сказать, возможность, проистекающую из этого возможность конгломера, возможность составления собственных хранилищ, делает задачу построения линуксового дистрибутива и задачу построения хранилища питомских пакетов очень похожи. И нам есть вообще чему друг у друга поучиться. Ну, в общем, на этом часть питона я считаю закончена. Если есть вопросы, спрашивайте. да. Ага. 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 нет значит сердце дист это не бинарный это сердце это исходники пип закачивает пакет запускается этап туз собирает его устанавливает делает из него вил авил устанавливает и это кстати хорошо потому что тем самым мы поощряем сообщество к изготовлению таких пакетов из которых хорошо делаются колеса и потом эти колеса хорошо ставится а не так что сетап внезапно взял там чуть куда-то распихала внезапно заработать вот кроме того это также как с рпм колесо то сделать всегда можно установить может быть его только из-под рутаму это кстати еще одна еще одна . который я не сказал до сборка без использования прав суперпользоваться вот сплошь рядом суду пайтон сетап инсталл суду да зачем а потому что инсталл понимаете да вот так делать конечно не стоит и вот идея сначала собрать вилл в безо всякого рута а потом это колесо установить под рутом или не под рутом это хорошая идея как то так еще вопросы я же говорю там фронт работ довольно большой ну хорошо если вопросов больше нет то спасибо в следующий раз мы не знаю дать про android что поговорим как партий принципиально иную дистрибуцию вот совсем окей ну тогда спасибо еще бы очень знал про этот android был бы совсем хорошо